Год назад в программе «Время» мы знакомили вас с новым открытием советских реставраторов – картинами народного художника Ефима Чеснякова. Вот так они выглядели, когда их только привезли из Костромского села, и реставрацию начали московские художники Галушкин и Емщиков. Эти же картины сейчас – десятки произведений большого самобытного мастера. Судьба Ефима Васильевича Чеснякова удивительна. Крестьянский сын, когда-то он показывал свои работы Репину, и тот признавал его своеобразие и талант. Но сложилась у него жизнь не художника, а крестьянина. Не прижился Чесняков в городе. Вернулся в свое Шаблова, да так после этого и не выезжал оттуда полвека. А поэтизированная, какая-то реальная и одновременно сказочная русская деревня стала единственной и такой богатой темой Чеснякова. А картины свои Ефим Васильевич дарил односельчанам. Наши предположения о значении творчества, о значении находки работ Ефима Чеснякова в процессе реставрационной работы полностью подтвердились. Открытие каждой картины было праздником для всех, кто видел вот этот реставрационный процесс. Нам удалось открыть художника мирового класса. Мы заканчиваем сейчас вот работу над реставрацией картин Ефима Чеснякова как раз тогда, когда вот вступает в силу закон об охране памятников истории и культуры нашей страны. Этот закон привлечет общее внимание к вот этим удивительным россыпям народного таланта и послужит охране бесценного наследия культурного прошлого нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok